Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас из студии универсального формата, как всегда, в 13.05. Мы собираемся здесь, чтобы прямо в прямом эфире рассказать вам об интересных вещах. Вот сегодня как раз тема нашего эфира звучит так. Так, абитуриенту на заметку. Ну, согласитесь, совсем скоро начинается пора выпускных, пора задуматься уже, куда же пойти учиться дальше, куда поступать, какую профессию освоить. Вот как раз сегодня об этом, обо всем и поговорим. 202.11.22, мы работаем в прямом эфире, можете задавать свои вопросы нашим сегодняшним гостям. Я как раз их вам сейчас и представлю. У нас к нам сегодня заглянул в гости Самарский государственный университет в лице двух прекрасных представителей. Итак, знакомьтесь, это Игорь Васильевич Макроусов, ответственный секретарь приемной комиссии, начальник отдела формирования, движения и учета контингента студентов. Здравствуйте. Ну и рядом расположилась Екатерина Анатольевна Миронова, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии, доцент кафедры теории и технологии социальной работы. Здравствуйте. Добрый день. Ну, давайте начнем, я думаю, нашу беседу. Именно хочется узнать, мы знаем все Самарский государственный университет, действительно наслышан, действительно на слуху, но что он представляет сегодня? Вот какая историческая справка, я понимаю, история, наверное, богата, но вот сегодня что представляет собой ваше учебное заведение? Ну, естественно говоря, про историю можно долго здесь лить воду, скажем так, да, но тем не менее, на сегодняшний день Самарский государственный университет, это 10 факультетов базовых, факультет довузской подготовки, это подготовка специалистов по более чем 20 направлениям подготовки бакалавриата и специалитета, более чем 30 программ магистратуры, это, соответственно, подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре, это научно-исследовательская деятельность, это и спортивная деятельность, включая и студентов, и преподавателей, естественно, вот и много-много-много чего другое. Естественно, Самарский университет является одним из крупнейших, я бы сказал, научно-исследовательских образовательных центров Самарской области, и я бы не постеснялся и Поволжье в частности, вот, несет на себе достаточно большую миссию в плане классического университетского образования, его популяризации, его, так сказать, внедрения в массы, в народные, для того, чтобы формировать те самые личности, о которых говорят везде и всюду, о которых всесторонне развиты, которые действительно знают, зачем они в этом мире, они знают, что они хотят, они знают, чем помочь себе, помочь другим, помочь обществу, государству. Ну, если вкратце, наверное, может быть, вот на этом можно и остановиться. Но вы гордитесь, я так понимаю, своим университетом? Ну, я думаю, что даже по контексту того, что я говорю, мы можем понять, что мы действительно гордимся университетом, потому что для нас университет – это жизнь, это не просто работа, это действительно жизнь, потому что большинство моих коллег на работу идут как на праздник, потому что общение со студентами в любом случае, да, это вот, перманентное, что такое новое, потому что, во-первых, каждое новое поколение студентов, приходящих каждый год к нам, это новая волна, это новые какие-то видения жизни, вот, и в этом плане мы совершенно уникальны в том, что мы постоянно находимся в таком движении, потому что невозможно работать со студентом, говоря, что вот, а в наши годы было вот так вот, да, потому что они живут сегодня, они живут не вчера, они живут сегодня и завтра, и поэтому, чтобы успевать за ними, нужно с ними действительно конструктивно общаться, взаимодействовать, и в этом случае мы тоже развиваемся, мы тоже не стали на месте… – Энергии, знания. – Несомненно. – Обратиться, конечно, к нашей молодости можно, и рассказать о том, как у нас это было, тоже можно, и это их тоже обогащает, некоторые вещи, которые нам тогда казались обычными, для них сегодня звучит как фантастика из прошлого, поэтому… – Хорошо. – Да, есть что сравнивать, проследить в динамике и развитии университета, и развитии самих студентов, и изменения, изменения те радуют. – Давайте об изменениях, коль уж заговорили, хочу спросить, насколько вообще меняются именно бюджетные места, количество бюджетных мест, сколько в этом году бюджетных мест, и какие изменения по сравнению с прошлыми учебными годами? – Ну, в целом, если брать в целом по университету, они особо не меняются, то есть изменения могут касаться каких-то отдельных направлений подготовки, может быть, и изменения могут касаться бюджетных мест на магистратуру и на бакулат специалитет, то есть в целом по УЗО они остаются примерно в одном и том же количестве, в одних и тех же цифрах, но, скажем, в этом году есть некоторое сокращение на бакулат специалитет за счет увеличения мест на магистратуру. То есть такие незначительные, что, в общем-то, мы их даже не замечаем реально, потому что, скажем, на механику математической факультете в этом году у нас больше бюджетных мест, чем в том году, у нас в этом году есть 10 бюджетных мест на механику математической моделирования, которых не было в том году, где-то, так сказать, нет. Ну, это, как правило, гуманитарные специальности на направлении подготовки, как бы это, так сказать, тренд Министерства образования и науки Российской Федерации. Места на физико-математические специальности на направлении подготовки, на естественно научные, как бы они не сокращаются, только увеличиваются, в принципе. А то, что касается гуманитариев, то здесь ситуация несколько иная. Вот, заказ государства меняется, он сокращается вот на эти направления подготовки. Поэтому вот здесь есть некое сокращение незначительное, но, тем не менее, оно тут же выливается в увеличение бюджетных мест на программу магистратуры. Ну, бюджетные места есть. Я имею в виду цель... Несомненно. 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 Нужно стараться учиться, поступать, конкурс все равно велик. Конкурс, да, он не маленький, хотя понятие конкурса очень такое относительное. В последние годы, в связи с той ситуацией, которая есть вот в плане приема вуза, в плане изменения нормативно-правовой базы по приему в вышедерном заведении, здесь масса нюансов, на самом деле, и конкурс, когда ребенок подает в пять вузов в Российской Федерации, в каждом вузе на три направления подготовки, свои документы. То есть реально он создает как минимум 15 виртуальных мест. Это только бюджетных. Да, и, как правило, еще 15 платных он создает. То есть у него 30 виртуальных мест. Вот один ребенок участвует в 30 конкурсных позициях по России. Ну, говорить о конкурсе сложно в этом случае, когда их 600 человек, а реальность живых из них будет, мы не знаем, сколько из них реально придут, в конце концов, с оригиналами документов. Тут вот есть нюансы. Потому что, скажем, мы люди, как взрослые, которые, так сказать, в свое время там учились, да, так сказать, в другой системе совершенно действовали, нам привычно слово «конкурс» там и так далее. В нынешней системе координат понятие «конкурс» очень условное. И когда говорят, а какой был конкурс? Ну, был конкурс. Ну, реально, конкурс совершенно иной, и он просчитывается только тогда, когда мы закончили приемную кампанию, и мы увидели, что вот реально было вот столько живых абитуриентов. Хорошо. Давайте напомню нашим дорогим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. 202-11-22. Это телефон, по которому вы можете задать свои вопросы, интересующие нашим сегодняшним гостям. Я думаю, со всеми вопросами справимся, со всеми на все вопросы ответим. Но пока наши телезрители, быть может, что-нибудь придумывают, я наверняка их опережу, потому что один из вопросов, который наверняка их мучает, какие же направления деятельности, какие направления и специальности подготовки у вас сейчас осуществляют в вашем университете. Расскажите, пожалуйста. Переглянулись. Решаем, с чего начать, с магистратуры или с бакалавриата? Давайте с бакалавриата начнем. Пожалуйста. Ну, если говорить про программы бакалавриата и программы специалитета, то по специалитету у нас три программы специалистов. Мы готовим фундаментальную и прикладную химию, фундаментальная математика и механика и компьютерная безопасность. Это специалисты, то, что привычно взрослым в большей степени, когда обучаются они 5 лет, компьютерная безопасность 5,5 лет они обучаются у нас, получают они квалификацию специалистов в этом случае. Бакалавровских программ, соответственно, большое количество. Вряд ли вот их стоит все перечислять, наверное, потому что это только трата времени будет. Но, тем не менее, скажем, можно сказать, что это механико-математический факультет, где принципиально можно, конечно, выделить информационную безопасность, так сказать, подготовка IT-специалистов. Очень интересное математическое обеспечение и администрирование информационных систем, подготовка системных администраторов, специалистов, которые не просто, так сказать, владеют компьютером. Это те люди, которые могут простраивать математические модели в данном случае для управления системами. Это механико-математическое моделирование, которое действительно, вот, к сожалению, у многих воспринимается как просто некий механик, скажем так, да? Хотя это достаточно, на самом деле, редкая специальность в управлении подготовки. И это штучный товар, как правило, по выпуску механики, которые могут, опять же, заниматься математическим моделированием. Ведь это механика разных средств. То есть это то, что касается проживания, действия объектов, да, в разных средах. Жидкая среда, газообразная среда и так далее. Они действительно штучный товар. Рукладная математика и информатика достаточно распространенная, как бы, специальность, с которой мы перемежаемся с нашими коллегами в Арокосмическом университете, так сказать, в Техническом университете. Вот, тоже интересные, востребованные у ребят. Классическая физика на физическом факультете, которая готовит специалистов тоже очень высокого уровня профиля. Которые очень востребованы у нас на ЦСКБ «Прогресс», как правило. Вот, химия, биология. Ребята, которые занимаются экологическими проблемами, которые работают в лабораториях, не только в предприятиях нашей промышленности областной, но и востребованные по всей России практически. Ну, гуманитарные, все прекрасно знают нашу юзпруденцию. Вот, ситуация о конкурсе. Там всегда как бы конкурс как будто бы большой, да, но он действительно большой на самом деле, да, филология, которая готовит по профилям отечественной филологии, то есть по-старому это русский язык и литература, да, зарубежная филология, английские, немецкие языки и литература, реклама связи с общественностью, журналистика, телевидение, социология, социальная работа, психология. Вот, и есть количество... Выбрать есть из чего, но я так понимаю, что на сайте... Набор большой, на сайте есть, все перечислить можно долго. Перечислить можно долго. Давайте о магистратуре. Да, новых направлений подготовки бакалавриата в этом году мы не открывали, и специалистов не набираем. А вот в магистратуре есть изменения, которые, я думаю, будут интересны тем людям, которые заканчивают в этом году, возможно, бакалавриат. Закончили, возможно, несколько лет назад, и хотели бы продолжить обучение дальше в магистратуре, может быть, изменить профиль, там и так далее. Давайте расскажем о магистратуре. Сохраняется, конечно же, классическое деление, выбранное направление подготовки, естественно, научное, гуманитарное и так далее. Поэтому мы ведем равномерную подготовку и по магистрским программам, по математике, по механике, по физике, по химии, по биологии. В этом году изменения, которые были внесены профессорским и преподавательским составом, касались в основном гуманитарных магистрских программ. Добавилось пять программ по юриспруденции, и там конкурс. Вот теперь уже конкурс живых людей. Очень интересное направление, которое касается и работы адвокатуры, адвокатурской деятельности, теории и практики применения уголовных законов, правовой ответственности корпорации, коммерческой деятельности, достаточно сложные специальности по своему звучанию, но, тем не менее, привлекательные по возможности трудоустройства последующие. Открыли три новые программы в рамках психолого-педагогического образования. Это и сопровождение учебного процесса, и подготовка, и сопровождение, собственно, образования, и психолого-педагогическое сопровождение обучения иностранных языков. Достаточно редкая магистрская программа. И, тем не менее, наши преподаватели оценили возможности этой программы, ресурсы, которыми располагают, востребованности таких профессионалов на рынке, и готовы ее предложить. В этом же году внесли в направление подготовки магистров и электронный бизнес в рамках направления подготовки бизнес-информатика. Из классических направлений подготовки по-прежнему востребованы физические. Шесть программ в рамках физики мы предлагаем, химические, органическая химия, неорганическая химия, три программы у биологов и так далее. Очень много внимания уделяется развитию инновационных программ. Это закладывается и в название. Если, например, обратить внимание на название программ в рамках юриспруденции, все очень подвижно, все очень гибко, все в рамках законодательства, которое движется вместе с движением вовсе в целом. Это и инновации в преподавании, такие программы предлагают и математики, и физики, это и движение развития технологий, медицинская физика, нанотехнологии, физика полупроводников. Все, что может заинтересовать человека, который хотел бы получить профессию и интересную, и востребованную. То есть мы сейчас привлекаем внимание не только абитуриентов, которые выпускаются из школ, колледжев и так далее, но и выпускников высших учебных заведений, чтобы все-таки продолжить свое обучение и стать магистром. В прошлом году у нас был абитуриент, который закончил 10 классов, только-только получил ЕГЭ, принес тепленькие, свеженькие баллы, поздоровался и сообщил, что он зашел к нам на ближайшие 6 лет. Мы хотели бы внести коррективы, что все-таки бакалаврские программы 4 года, он говорит, нет-нет-нет, я уже знаю, куда пойду в магистратуру. То есть он уже заранее продумывает? Да, хорошо. Что ж, ну я предлагаю поговорить о жизни университета, у нас есть несколько фотографий, которые мы заговорили, ну и рассказать вообще, как складывается досуг у студентов, какие интересные мероприятия, может быть, проходят. Студенческая жизнь, студенческая жизнь, она же не только... Я бы настаивала только на библиотеке. Только на библиотеке. Давайте посмотрим, как же живет студент с МГУ на фото. Ну а вы пока рассказывайте, что же, чем радуетесь студент? Руководители тут весны многолетние. Вот видим баскетбольная команда, вот видим, собственно говоря, ваш фасад здания. На самом деле очень многогранна досуговая деятельность в университете. Можно рассматривать с разных сторон. Одно из таких самых ярких, естественно, мероприятий, которые венчают, как правило, год, это студенческая весна. Все про меня знают, фестиваль искусств, студенческая весна, госуниверситет. По студенту клуб. Да, вот недавно буквально, так сказать, прошел нас учительный концерт нашей тут весны. Вот она почему венчает? Поскольку есть череда мероприятий, которые проходят в течение года, начиная с посвящения в студенты, где ребята уже, так сказать, заявляются своими возможностями творческими там и так далее. Кубок КВН, который проходит у нас тоже между командами КВН факультетов. Вот осенний, там зимний, там и так далее. Это затем различные научные и околонаучные, скажем так, мероприятия. Там день науки, день карьеры, который проводят наши студенты, сами с воспитательским составом. Мероприятия, которые касаются спортивных, или спортивной направленности, правда, сказать, да, у нас есть хороший физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин», который у нас там есть дельный бассейн, у нас там есть тренажерные залы, спортивные тоже залы. Есть две площадки открытые, где можно играть в футбол, баскетбол, там и так далее. У нас команда достаточно хорошая, они выступают на различных соревнованиях различного уровня спортивных. Вот площадка, кстати, как раз вот перед университетом новая. Вот Межвузовский центр музейный, который тоже на базе университета существует, проводит огромное количество мероприятий, выставок, лекторий, посвященных самым различным датам нашей российской истории, которые тоже посещаются студентами. В Днях науки принимают участие как наши студенты, так и студенты других вузов Самары и области. Привлекаются в том числе у нас еще и выпускники школ будущие, для того чтобы познакомиться с тем, как мы живем в университете, чем мы занимаемся. Жизнь кипит. Она даже очень активно бурлит, потому что перманентно проходят какие-то мероприятия. У нас приемная комиссия на первом этаже в холле находится, в учебном году мы там работаем с абитуриентами, с родителями. Как какой-нибудь праздник обязательно в холле у нас что-то происходит, выставляют они колонки, свои столы. Вы становитесь непосредственно в участие. День Валентина, там еще что-то там. Всегда что-то происходит, и мы, так сказать, сопричастны. Ну, напоследок, как же поступить, собственно говоря, в Союзский университет? Рассказывайте. Критерии приемной комиссии. Ничего проще в своей жизни не видало, чем поступить в высшее учебное заведение. Нужно сконцентрироваться и собрать в одних руках волю, желание, документы. А имея профессиональное образование? Документы, подтверждающие наличие уже имеющегося профессионального образования. Либо это среднеспециальное образование, тогда мы будем предлагать программу бакалавриата. Либо это высшее профессиональное образование, и тогда мы, безусловно, проконсультируем человека о возможности получить бакалаврское образование, либо магистратуры, посмотреть некие формы сочетания, опять же, соотнесение его намерений, интересов профессиональных, интересов личных. И, соответственно, как продолжить дальше, как выстроить правильно образовательную стратегию. Будет ли это второй диплом высший бакалавриат, либо это будет магистрская программа в интересующей его области профессиональной. В любом случае, все контакты, все адреса, если только прям минуты. Прямо две минуты, да. На самом деле, принципиальная вещь, что все-таки школьники поступают по результатам медийного государственного экзамена, а выпускники СПО и НПО поступают по результатам наших внутренних вступительных испытаний. Им ЕГЭ не обязательно сдавать. Это наше экзамена, проводимое в университете. Хорошая, да, действительно, добавление. Это принципиальная вещь, да, ребятам ЕГЭ сдавать не нужно. Что ж, ну, спасибо вам, что рассказали о своем университете, что поделились частичкой знаний. Вам желаю хорошей приемной комиссии, приемной компании, да, действительно. Трудитесь, что могу вам сказать, и надеюсь, будет все во благо. Спасибо. Что ж, мы сейчас посмотрим, что же скоро увидим в эфире телеканала «Самарагиз», а после вернемся в студию и продолжим рассказывать интересные вещи нашим абитуриентам. «Самарагизма» «Самарагизма» Выйди из дома и ты помоги привести город в порядок. Будь в тренде этой весны, звони по телефону 202-11-22 и покажи, как именно ты создаешь красоту. Это чисто Самара. Увидимся. Каждый год в третью субботу апреля во всем мире отмечается Международный день цирка. С инициативой проведения этого праздника в 2008 году выступили Европейская цирковая ассоциация и Всемирная федерация цирка. А уже в 2010 году Международный день цирка полностью обрел свой нынешний статус и очертания. В нынешнем, в 2015 году праздник отмечается 18 апреля. О том, что такое икорийские игры, какие победы подарил прошедший год и что предстоит преодолеть в будущем, буквально накануне праздника расскажут лауреат Международных цирковых фестивалей, руководитель коллектива Олег Марченко и его питомцы, участницы церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи. Смотрите программу «Город С» в пятницу, 17 апреля, 19.30. Мы работаем в прямом эфире на 202-11-22. Телефон ждет ваших звонков. Ну а я тем временем представляю наших новых гостей. Итак, Саморская гуманитарная академия в лице, наверное, сначала начну с Александра Васильевича Копцова, декан факультета психологии, заведующий кафедрой психологии и управления, кандидат технических наук, профессор. Здравствуйте. Ну и расположилась рядышком отчетовательная Наталья Валерьевна Грицай, декан юридического факультета, заведующий кафедрой европейского права и прав человека, кандидат юридических наук, доцент. Здравствуйте. Ну, ходят такие, не знаю, мнения такое, что действительно сейчас, наверное, какие-то технические специальности более востребованы, а юристы, люди, которые получают гуманитарное образование, они, к сожалению, не востребованы. Правда ли это? Расскажите, пожалуйста. Находят ли потом, дальше, все-таки свою работу после окончания? Вы как раз произнесли такой, наверное, очередной миф, который действительно... Ну, бытует мнение. Бытует, да, действительно. А ведь на самом деле речь идет не о том, какой там вуз ты закончил, а каким специалистом ты стал. И качественный специалист, окончивший любой вуз, и поверьте, так сказать, жизненным опытом, который имеется, показывает, что в любом случае люди легко трудоустраиваются, они всегда востребованы на рынке труда. А вот уж, условно говоря, техническое образование ты начинал получать или гуманитарное, ну, вы, наверное, обратили внимание, что я являюсь кандидатом технических наук, а теперь декан факультета психологии. Как видите, время настолько динамично, что когда я поступал в 60-е годы, естественно, кто знал психологию и вообще, так сказать, насколько она была сильно развита. И за эти годы так все изменилось. Поэтому я бы не хотел, чтобы абитуриенты четко бы определили какое-то образование и сказали, вот это я на всю свою жизнь, образование должно постоянно идти в ногу со временем. Поэтому, наверное, лозунг ЮНЕСКО, по-моему, да, где сказано, образование через всю жизнь, вот это, наверное, реальность. Поэтому с чего абитуриенту я бы порекомендовал начать, это, наверное, с ПОФ-ориентации, с большим количеством посещений, неоткрытых дверей в различных вузах, вот, советы родителей, специалистов. Ведь, начиная даже, наверное, со школы, школьный психолог, наверное, уже может что-то сказать. У нас, например, в воскресенье будет проходить день открытых дверей. И я к тому, что и в это же время проходят эти же самые мероприятия в других вузах. Абитуриенты бы с удовольствием посетили, посмотрели. И самое главное, обратились бы к себе, к своему интересам, склонностям. Хочется ли мне, да. Да, хочется. Но не к стереотипу. А не к тем, что вот некоторые действительно так приходят и говорят, а вы гарантируете, что я трудоустроюсь? Я всегда отвечаю очень просто. Если вы очень хорошо будете учиться, хорошим специалистом станете, то да, мы гарантируем, действительно у нас проблем с трудоустройством нет. Да, я бы как раз поддержала тоже эту идею о том, что вот навязывание стереотипов, это только осложняет абитуриенту задачу. Надо, как мы всегда говорим, включать голову, анализировать ситуацию в целом, именно в условиях наших современных реалий. А реалии каковы? Мы же не говорим, что по этому поводу думают работодатели. А вот я вам могу сказать, мы же постоянно находимся в контакте с работодателями, поскольку современные наши образовательные стандарты требуют, чтобы мы учитывали запросы работодателей, потому что они являются основными стейкхолдерами, то есть заинтересованными лицами, чтобы выпускник, который получил диплом, он еще и показал себя как высочайший профессионал. Так вот, что говорят работодатели? Обратите внимание по поводу тех же юристов, поскольку я эту ситуацию знаю очень хорошо изнутри. Нужны юристы. Ну, правда, добавить важное слово – хорошее. Хорошее. Да, вот это немаловажно, но они нужны, поверьте. И вот в таких беседах, в общении с работодателями, в рамках тех мастер-классов, которые они проводят у нас в Академии в том числе, они говорят, что спрос есть. И есть определенные ниши, даже, казалось бы, вот в этой ситуации перенасыщенности, о которой нам очень много говорят, все равно есть ниши, которые не заполнены. И вот даже адвокаты, имеющие большой стаж и опыт, говорят, вот определенные категории дел, за которые даже я не возьмусь, здесь нужна, ну, что называется, свежая кровь. А нынешние студенты, я в этом глубоко убеждена, они дают фору многим, потому что они очень динамичны, амбициозны. Они живут в новых совершенно, в эпоху новых образовательных технологий. У них огромнейшие возможности. И гуманитарное образование, вот о чем особенно хотелось бы сказать, это не то, что оно не в прошлом, да, это тренд, наверное, сегодняшний. Оно дает огромные возможности. Ну, и последняя только ремарка, философия, казалось бы, да, что-то очень далекое от жизни. И, кстати, в приемной комиссии, если редкий забредет абитуриент или родитель, никто не понимает, а где работать философу дальше. Так вот, опыт наш, а у нас философский факультет. И если посмотреть, какова профессиональная судьба наших выпускников, выпускников, может быть, это покажется кому-то удивительным, но это успешные люди, которые состоялись в самых разных гуманитарных областях. Это и масс-медиа. Собственно, это и успешный бизнес, так же говоря. Управление. Да, мне кажется, на самом деле, я здесь вас поддержу, потому что гуманитарные специальности, они универсальные. Так или иначе, ну, как-то легче можно научиться, что ли, какому-то новому делу. Но если вы переходите легче или тяжелее, вот, к сожалению, есть такая тенденция у абитуриентов, они сами говорят, а у вас тяжело учиться, а у вас тяжело поступить. Все хотят легче. Надо прекрасно понимать, что если ты легче выбираешь себе путь, выдержишь ли ты потом конкуренцию на рынке труда. Поэтому, может быть, пока молодой, сильный, и, говорится, возможность есть, может быть, надо выбирать ту специальность или ту профессию, где тяжело учиться. Ну и вот завершая вот этот разговор технически, гуманитарный, вы знаете, сейчас вот если посмотреть современную редакцию, даже закон об образовании, ведь слово профессиональное, это вообще ушло. У нас есть высшее образование. И профессионализация, вот на мой взгляд, по крайней мере, это уже, наверное, задача работодателей в том числе. Ну, вузы, безусловно. А задача образования и гуманитарного, прежде всего, это научить человека учиться в течение всей жизни, научить его мышлению, грамотному принятию решений. Поэтому гуманитарное образование, наверное, никогда не утратит своей актуальности, востребованности, значимости. Хорошо. Давайте рассмотрим такую ситуацию. Ну, к сожалению, может быть такое, что человек, выпускник школы, не сдает ЕГЭ, либо сдает с минимальным количеством баллов, которого не хватает для прохождения. Как будет в этой ситуации? Скажите, пожалуйста. Да, к сожалению, вот в последние годы в связи с ужесточением требований мы с этой ситуацией сталкиваемся. Всегда, конечно, жалко и ребят, абитуриентов, и родителей. Но здесь надо, опять же, трезво искать адекватное решение в зависимости от ситуации. А ситуации могут быть какие? Если не сданы два обязательных экзамена русской математики, ну, это, наверное, самая такая тяжелая ситуация, возможность пересдать у выпускника только на следующий год. Если не сдан один из обязательных экзаменов или русский, или математика, то возможность пересдать есть в текущем учебном году. Но в любом случае, если не сдан ЕГЭ, по предмету, по выбору, то это никак не влияет на получение аттестата. Аттестат, в любом случае, выпускник получит. Но это, конечно, ограничит его возможности в плане поступления в ВУЗ. То есть, если не набрана вот та минимальная планка, установленная министерством, то здесь, к сожалению, высшую школу, ну, по крайней мере, вот на текущий момент выпускнику закрыта дорога. Но есть всегда альтернативы. И вот мы в Академии всегда предлагаем такой вариант. И вы знаете, как показывает жизнь, очень востребованный. Да, и родителями, и самими абитуриентами. Можно поступить в колледж, который существует при Академии, получить среднепрофессиональное образование. И уже затем с дипломом о среднепрофессиональном образовании поступать в высшую школу, причем на сокращенные сроки обучения. А сколько учатся в Академии, если закончил колледж? После колледжа. Если по очной форме, то срок обучения составляет 2 года, а на заочной форме на год больше, то есть 3. Действительно, хороший вариант. Очень хороший вариант. Причем 11-классники и в колледже сокращают свои сроки обучения за счет того, что у них программа 10-11 класса есть. То есть в колледже год и 10, и 2 года Академии, и у тебя уже диплом о высшем образовании. Ну, коль уж мы заговорили о колледже, о среднем образовании, скажите, пожалуйста, какие экзамены необходимо сдавать перед поступлением, собственно говоря, в ВУЗ, если ты уже закончил среднее образование, среднее учебное заведение, и нужно ли сдавать ЕГЭ? Да, главный вопрос, нужно ли сдавать ЕГЭ или нет. Ну, здесь два правила, которые надо просто четко понимать. ЕГЭ сдают только выпускники школ, то есть те, кто поступают на базе среднего общего образования. А остальные категории, это кто? Выпускники колледжей, училищ, техникумов, иностранные, кстати, граждане тоже. Сдавать ЕГЭ не должны. То есть они поступают по тем вступительным испытаниям, которые устанавливает сама Академия. Ну, как правило, это тестирование по профильному предмету. Ну, скажем, если юриспруденция, то правоведение, ну и так далее. У нас есть звонок от нашего телезрителя, давайте узнаем, что же его заинтересовало. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Юлия. Юлия, очень приятно. С каким вопросом к нам обратились? Вы знаете, я учусь сейчас в 10 классе, вот тут я боюсь сдавать ЕГЭ и думаю поступать в колледж. Вообще, вот есть ли какая-то такая возможность? Или обязательно нужно до 11 доучиться? Колледж после 10 класса. Можно, да. Хорошо, давайте сейчас рассмотрим ваш вопрос. Спасибо большое вам за звонок. Да, в наш колледж поступают, ну, прежде всего, после 9 класса, то есть сама вот эта образовательная траектория, она предполагает окончание 9 классов, колледж и вуз. Но, в принципе, и после 10 класса можно поступать в колледж, и после 11 класса, о чем мы уже говорили, вот в случае таких вот ситуаций, когда они сданы ЕГЭ. То есть в колледж можно поступать, да. Ну, я хотел бы дополнить, что если, допустим, в колледже есть связанное с юридической, экономической направленностью, специальности, да, вот, тем не менее, не страшно, если выпускники колледжа пойдут после окончания на психологию, например, или на философию. Такие есть, и у нас на факультете так и учатся. Конечно, они теряют там некое сокращение времени обучения, то есть они идут по полной программе, но, тем не менее, они на эти программы могут поступать. Ну, жизнь еще большая у молодежи, поэтому куда спешить? Да, все меняется. Учиться, опять же, никогда не поздно, и все жизнь нам дана, да, для того, чтобы что-то новое доузнавать. Хорошо. Ну, сейчас, собственно говоря, уже приближается пора сдачи экзаменов. Что может предложить Академия для тех ребят, которые хотят подготовиться как-то к экзаменам? А ну, уже вот, учитывая, что сроки поджимают, что называется, да, на этот счет мы тоже продумали очень интересное такое есть предложение, это интенсивные подготовительные курсы. У нас есть в течение года курсы, но уже, как говорится, все, поезд ушел. Но есть еще возможность такая уникальная, я бы сказала, в июне месяце. Это двухнедельные курсы, они интенсивные, то есть занятия там буквально через день, но они вот именно целенаправленные на подготовку к нашим вступительным испытаниям. То есть можно звонить в нашу приемную комиссию, выходить на сайт, вся информация подробная об этих курсах есть. Да, мы напоминаем нашим телезрителям, что так или иначе вы видите, собственно говоря, бегущую строчку с контактами, там указан номер телефона, адрес, куда можно обратиться, позвонить, и все какие-то вопросы, которые вдруг, если возник на наши телезрители, могут адресовать, собственно говоря, уже по адресу. Хорошо. Ну, мы в первом блоке нашей передачи заговорили о магистратуре, и действительно сейчас многих это пугает, многим это нравится, потому что не все привыкли к такому разделению еще обучения, бакалавриат, магистратура, но все же после того, как человек уже закончил высшее образование, когда у него уже есть профессиональное образование, высшее, как можно сказать, да не профессиональное, а высшее образование, куда стоит поступать? Получить второе высшее образование, либо все-таки магистратуру? Что вы советуете, как отличаются эти программы для тех, кто не просвещен? Расскажите, пожалуйста. Да, ну я, наверное, поделюсь вот своим опытом, поскольку вопрос всегда встает именно так, альтернатива или магистратура, или второй высшее. Ну, внешнее вот различие, если так на него, кстати, многие клюют, по срокам обучения, да, прежде всего человека интересует, а сколько я буду учиться? В этом плане, конечно, магистратура выглядит выигрышнее. Два года нормативный срок обучения в магистратуре, если получать второе высшее на базе высшего образования, другого, то там нормативный срок три года. Но что я хочу сказать? В каждой конкретной ситуации мы решение подбираем индивидуально. Это очень зависит от запросов самого абитуриента, который поступает, имея уже высшее образование. Это зависит от того, какое у него базовое образование. Почему это важно? Потому что магистратура, как более высокая, да, вторая ступень высшего образования, все-таки предполагает базу. И если мы говорим о магистровской программе по юриспруденции, то предполагается, что базовое образование должно быть юридическое, с одной стороны, да. С другой стороны, закон об образовании позволяет нам, да, не запрещает принимать в нашу магистратуру, что мы, в общем-то, и делаем, и успешно очень учатся наши магистры, имеющие базовое неюридическое образование. Ну, например, экономисты. Экономистам мы, как правило, говорим, да, потому что программа магистрская, она очень интересная, комплексная и смежная, я бы сказала, с экономическими вот этими отраслями. Если же приходит, скажем, выпускник, имеющий техническое образование первое, то здесь мы еще подумаем. Да и самое главное, мы ему объясним, что очень сложно осваивать какой-то, да, высший пилотаж, если у тебя нет базы. Поэтому здесь... Ну, здесь я бы сказал, что еще очень важно, кем он работает вот в данный момент времени. Да, это, пожалуй, один из самых... Потому что некоторые имеют техническое образование, но они уже... Много лет, да. ...замдиректор, директор, то есть они уже все время в этих законах. То есть уже профессиональная среда еще определяет. То есть формально у него нет базового образования, но он живет в этом юридическом поле. Но он живет в этой перспективе карьерного роста, конечно, потому что все-таки магистрское образование – это очень престижное образование, которое высоко ценится. И многие, вот я могу сказать по нашим студентам магистратуры, это уже, казалось бы, состоявшиеся люди, имеющие высокие должности, но стремящиеся еще выше, что, в общем-то, правильно. И магистратура в этом смысле необходимая. Ну что ж, давайте подводить итоги. Учиться никогда не поздно, не бояться. Самое главное – осваивать новые науки. Ну и, собственно говоря, за любой дополнительной информацией обращаться к вам, Самарскую гуманитарную академию, я думаю, найдутся желающие, собственно говоря, стать гуманитарными специалистами. Спасибо вам большое. До свидания. Это была программа «Универсальный формат».